Общую тему, о которой сегодня идет разговор. Я представляю клинику NGC, да, мы занимаемся премиционным генетическим скринингом, и прежде всего то, о чем я буду говорить, будет связано с премиционным генетическим скринингом. Мы очень хорошо должны понимать, что есть премиционная генетическая диагностика, есть премиционный генетический скрининг. К скрининг мы относим те методы, которые нам позволяют исключительно плоди у эмбрионов. ПГД — это в основном транслокации, да, и это прежде всего моногенные заболевания. Поэтому у меня разговор про премиционный генетический скрининг в основном сегодня. Метод валидации метода NGS в нашей клинике и в целом, что происходит в мире подготовки к переходу к секвенированию клиники ВРТ, как это происходит и как необходимо это делать. И было уже сказано, что каждая клиника должна действительно верифицировать метод, который она использует на своих собственных данных, потому что каждая лаборатория имеет свои особенности. Подготовка к NGS, валидация NGS и премиционный скрининг или NGS-панель. Почему необходимо делать премиционный генетический скрининг? Здесь изложено почему, да, наш взгляд. За этим стоят какие-то работы, за этим стоят метаанализы, да, за этим стоят систематические обзоры. Поэтому мы можем об этом говорить, для чего весь этот разговор сегодняшний нужен, по поводу NGS или RACGH или FISH использовать для диагностики. Первое, почему? Почему? Потому что большинство эмбрионов аноэплоидны. Это мы должны знать, и генетики это знают, и репродуктологи это знают. Аноэплоидные эмбрионы гибнут сразу или до 8 недель беременности. Исключением составляют там 13-е, 18-е, трисомии, да, XY, 16-е. Я узнал недавно, что человек-генетик видел в 16-е хромосоме трисомии рожденного ребенка. Это глубокие уродства. Я с этим не сталкивался никогда. Самое частое, но она чаще всего прерывается до 8 недель беременности. Но так, чтобы родилась, вот это для меня было новостью. Это обычно не доходит до этого. Аноэплоиде – самая частая причина неудач при ЭКО. Это знают репродуктологи. То есть ни эндометрии, ни качество подсадки, ни качество культивирования. Оказывается, аноэплоиде – самая частая причина наших неудач, с которыми мы сталкиваемся. Аноэплоиде – самая частая причина прерывания беременности. Когда каждая пятая беременность должна прерываться в популяции. А если это вам 42 года, то у вас больше половины должно беременности прерываться до 8 недель. И причина в этом – аноплоидия. И эмбрионы могут иметь сегментарные аноплоидии и быть полиплоидными. Поэтому почему? Возможно, вот поэтому. Следующее. Зачем? Первое – повысить эффективность ЭКО. Нам необходимо, она действительно не очень высокая, да, и, можно сказать, даже низкая. При той стоимости, которая существует, нам необходимо повысить эффективность этой процедуры. Раз. Нам нужно сократить аборты. Все равно, если мы не проводим скрининг, аноплоидию, и переносим эмбрион, эмбрион прервется на ранних стадиях и произойдет аборт в 20% случаев. Если это будет 42 года, это будет 50% случаев. И с этим ничего не сделать, если не проводить скрининг. Поэтому мы хотим уйти от абортов. Потому что ситуация практическая. Да, если человеку перенесли эмбрионы в 40 лет, у него наступила беременность, и какое-то время она ее вынашивает, и потом беременность прерывается. Вернется ли 40-летняя женщина, и через какой момент вернется к программе? Возможно, она, скорее всего, никогда не вернется к программе. Она потеряет шанс иметь беременность. Не переносить эмбрионы. Не переносить эмбрионы с трисомими, которые дают рождение, которые дают серьезные аномалии. Уменьшить процент рождения детей с отклонениями. Да, возможно, мы выясняем по дилециям, по копийности. Да, и, возможно, мы уменьшим, хотя это не доказано. К консервации хранения аноэплоидных бластоцистов. Собственный опыт хранения бластоцистов. Люди хранят бластоцисты и надеются на них. Да, приходит возраст. У людей за 40 лет они обращаются в клинику и хотят перенести эмбрионы. Но если мы проверим эти бластоцисты, то хранили ничто. Люди оплачивали хранение несколько лет – ничто. А аноэплоидные эмбрионы – даун, Эдвардсы или по другим хромосомам. Можно исключить ненужные переносы. Зачем? Можно исключить поддержек. Зачем это нужно? Ненужных ожиданий, которые увеличивают фрустрацию пациентов при отрицательном результате. Переносить только один с высокой вероятностью эмбрионов. Дело в том, что как преодолевается аноэплоиде репродуктологами? Переносится два эмбриона. Раньше это было 3-4 эмбриона, 5-6, 7-8, 9-10. Таким образом, но обратной стороной этого является многоплодная беременность. Двойня. Мы серьезно создаем проблемы для популяции. Поэтому и для данной пары, и для данных детей. Поэтому для чего? Зачем? Потому что нужно сократить количество переносимых. Нужно переносить только один эмбрион, потому что это высокая вероятность тогда беременности. Время до наступления беременности и родов. Оно уменьшается, сокращается. Одно дело, если мы пройдем скрининг и перенесем. А другое дело, если мы делаем 3-4-5 попыток, и насколько это растянется экономически, как это оправдано. Экономически это оправдано. Это посчитано. На модели Маркова посчитано, что если вы проводите скрининг на аноэплоиде, то вы имеете экономическую выгоду для наступления беременности, для рождения здорового ребенка. Мы знаем, что ЭКО не идеальная процедура. ЭКО увеличивает процент проблем у детей, пороков развития, то, что говорил профессор Никитин. Это увеличивает проблему патологии у детей. Мы это сейчас уже знаем. И когда даже сравниваем одноплодные беременности между спонтанным зачатием и ЭКО, дети после ЭКО имеют определенные проблемы. Поэтому нам хотелось бы иметь бонус какой-то. Этим бонусом может быть скрининг на аноэплоиде. Мы действительно можем хотя бы это улучшить, ситуацию, которая существует для пациентов с экстракорпоральным оплодотворением. Секринирование. Да, мы говорим сейчас о высокопроизводительном секринировании. И в данный момент нас интересует преконсционный, преимуционный скрининг. Там, где это для репродуктологов, это больше всего интересно. Хотя есть другие области, где множественный параллельный секринс дал свои результаты. Можно говорить, что высокопроизводительное секрингинирование, множественное параллельное секрингинирование. Как угодно. В принципе, высокопроизводительное тоже приемлем термин. Останавливаясь на этом. Дело в том, что мы в основном говорим о партиальном экзоме, о генных панелях. И, конечно, в репродукции не используется полноэкзомный или полногеномный, тем более ситуация. Мы используем панели. Панели, потому что это слишком дешево по сравнению с полногеномным, блюполовым экзономом или клиническим экзономным исследованием. Мы используем только маленький участок. Нам нужно либо скрининг на анооплоди проводить, либо на другие ситуации исследовать. Эволюция. Преимационно-генетического скрининга. Говорилось о методе ФИШ. Да, его похоронили. Мы знаем дату рождения этого метода. 91-95 год. Он умер в 2011 году для репродуктологов. Почему? Умер он потому, что опубликован метаанализ 2011 года, что проведение ФИШ-диагностики биопсии бластомер для методов экстракорпорального оплодотворения не только не улучшает, ухудшает результаты экстракорпорального оплодотворения. Поэтому не может быть рекомендован. Поэтому лаборатории генетически закрылись тогда, на этом этапе, который использует метод ФИШ. Это не доказано этим метаанализом. Да, можно придираться к методике определенных бригад, которые опубликовали и участвовали в метаанализе. Но, тем не менее, это обобщенные данные, которые показывают, что здесь ничего хорошего не случилось. Методика развивалась, и появились методы сравнительной геномной обилизации, количественной ПСР или СНИП-мейкроэрэй. Эти методики были оценены, эффективность их в систематическом обзоре в прошлом году в химиную продакшн. Опубликованы данные. Все данные показывают, что это увеличивает вероятность беременности, вероятность рождения ребенка и так далее, снижает вероятность выкидыша и так далее. Все положительные моменты. Это мы назовем эволюцией ПГС-2. Рождение метода примерно восьмой, десятый, двенадцатый год от методики. Третья версия – НГС. Можно сказать, что НГС – это третья версия, и можно относить к 2013 или 2014 году появление методики. Это биопсия трофоктодермы. Мы ушли от биопсии на бластомер, мы идем к биопсии трофоктодермы. Потому что одно дело – вы исследуете одну клетку, и то показано, что это драматично оказывается для эмбриона, для его импланационной способности. И другое дело, когда вы исследуете 10 клеток и берете из оболочки, допустим, из 60 клеток оболочки, берете 5-10 клеток для диагностики. Здесь больше информативность. Больше как бы проблемы решения мазицизма. Возможно, основной проблемой, которая сейчас существует. Футуристическая модель, четвертая ПГС. Исследование моногенных заболеваний, метахондриальных проблем, мутации, числокопийность ДНК, метахондрия, гетероплазмия, метахондрия. Возможно. Генотиломер исследования. Почему нет? Может быть. Это прогностически является фактором, возможно. Транскриптомика, микро-РНК, мутации и так далее. Все, что можно исследовать, ну, футуристическая модель. Почему нет? Может быть, это будет бластоцинтез. Во всяком случае, да, большинство настроено отрицательно к нему. Но есть люди, которые сторонники этого, и показывают удивительные данные, что это полностью конкордантно в биопсии трофектодермы. Та палитра, которая сегодня существует, касаемо пробоподготовки и основного метода. Дело в том, что пробоподготовка, действительно, полногеномная амплификация может использоваться и для НГС, и для сравнительно геномной гибридизации, да, и для СНИПРФ может использоваться ПСА, для других. Мы знаем, что пробоподготовка – это основная проблема, которая, возможно, сейчас существует. Это основное количество ошибок, которые в этой методике определяет. И идет борьба, да, может быть, это экспоненциальный метод, может быть, это линейный метод, да, и мы знаем, что Лианти, возможно, будет на рынке, и, возможно, Мальбек сейчас на рынке, и он когда-то уберет остальные методы. Во всяком случае, идет поиск, да, и особенно это важно, конечно же, для моногенных заболеваний. Но для скрининга на аноклодиве, возможно, это не так принципиально, потому что здесь такие ошибки, как выпадение аллели, оно не так драматично сказывается на в целом результате. Поэтому мы прежде всего в центре этого поставили НГС, методику, да, и скрининга. А все остальное действительно методики, которые охватывают сегодня и митохондриальные, и теломерные проблемы, моногенные заболевания, скрининг на моногенные заболевания и так далее, и так далее, и так далее. То, что сегодня существует. Это самый лучший секвенатор. Во всяком случае, несколько биоинформатиков справляются с ним моментально. На самом деле, такие машины, и эта машина используется в нашей лаборатории. Скрининг на аноклодию. Зачем клиника решила переходить с прекрасного метода сравнительно-геномной гербернизации на метод секвенирования? Скрининг на аноклодию, приконцентствуем скрининг, два момента, которые это определяют. Скрининг на аноклодию. То, что мы говорим, ПГС. Да, мы действительно не секвенируем. Да, мы действительно просто выясняем копийность. Это так, с большой разрешающей способностью мы выясняем, сколько. МОНОДИТРИСАМИЯ присутствует в хромосомах. Это зато удешевляет метод, когда мы проводим такой метод. Валидация НГС. Валидация метода НГС началась в разных лабораториях, как только он стал вводиться. 2013 год. Это наши польские коллеги, да, впервые опубликовали свои данные. Многие считают, что итальянские специалисты были лидерами в этом. Да, Франческо Фриантино сравнил, валидировал данные относительно RACGH, которые у них к тому времени накопились. Это было сравнение платформы MySeq с RACGH. Или это был Даган Велш на ПГМе и сравнение опять же с RACGH. И это могло быть китайские коллеги и испанские коллеги, которые в 2014 году валидировали этот метод в каждой своей лаборатории. То же самое делали мы. Мы понимали, что в 2013 году надо переходить на НГС, да, методику, ее преимущество видели. Кризис 2014 года сорвал контракты у нас с Илюминой, да, и в конце 2014 года, помните. Правила биопсии трофоктодермы, это было нашей подготовки. Мы выработали в лаборатории правила, как избежать ДНК-контаминации, как подготавливать материал биопсию трофоктодермы для того, чтобы избежать ДНК-контаминации. Этому было посвящено 2015 год. Валидация метода. Получив машину и получив первые наборы для панели ВРИСЕК-ПГС, мы валидировали свои данные на биоптатах от РИСЕГЭЧ. То есть мы получили одобрение этического комитета на исследования эмбрионов, которые признаны при сравнительной геномной гибридизации аномальными. Соответственно, мы их размораживали и делали повторную биопсию. Биопсия, как правило, проводилась участка либо близкого, либо внутренней клеточной массы. То есть то, что нас интересует по эмбрионам. Это был первый биоптат номер два. Там, где было несовпадение результатов сравнительной геномной гибридизации и НГС, мы эти моменты валидировали еще, сравнивали, верифицировали оликвоту ВГА, которая была на РИСЕГЭЧ, сравнивали с НГС и тот же биоптат. То есть сравнивали уже те же биоптаты между собой. И дает ли какая-то разница между собой НГС и сравнительной геномной гибридизации. Мы получили первые клинические результаты. И после того, как валидировали метод, отработали его, мы получили первые клинические результаты в прошлом году. Создание панели. Это следующий этап нашей работы. Мы действительно верифицируем сейчас панель. И прошли первые этапы уже верификации панель. Мы создали панель, которая нам представляется наиболее оптимальной для нашей популяции, для российской популяции. Она включает, это небольшая панель, она включает 19 заболеваний, 21 мутации. Валидация метода. Валидация метода так примерно. Разница между биоптатами номер 2, которые приближены к внутренней клеточной массе, и биоптатами номер 1. Разницу можно объяснить тем, что возможно мозаицизм. Потому что мы берем сначала трофоктодерму и удаленно, конечно же, от внутренней клеточной массы. А здесь масса, внутриклеточная масса и разница может быть. Что мы получили в конечном итоге, когда обсчитали результаты? Мы получили в общем 48% мозаицизма. Мы должны признать, что это аномальные эмбрионы. Это эмбрионы, которые признаны на ИРС и GH аномальными. Поэтому процент мозаицизма был достаточно высокий, и он объясним, цифра объяснима. Но и объясняем это, конечно же, высокой чувствительностью метода НЖС для диагностики мозаицизма. Несовпадение результатов. Первый биоптат, между собой, это оликвота, та же самая, ВГА, использование. И несовпадение результатов первой и второй биоптизма. Объясняем это все мозаицизмом. Полное совпадение 87%. Полное совпадение результатов сравнительно геномной гибридизации и НЖС. Но не стопроцентное. Мы поняли, что высокая разрешающая способность хороша для выявления мозаицизма, диплоидности, дилеции. 3,7% ошибка по биоптатуму. Предполагаем, что разница в материале и мозаицизм обусловил разницу в ошибке. 3,7%. Второй этап сравнения методов. Метод выявил, что EraseGH давал ошибку или НЖС давал ошибку. На 1,2% было расхождение. Плюс, конечно, НЖС давал больше информации по мозаицизму, если сравнивать с сравнительно геномной гибридизацией. Это было явно. Если сравнивать картинку, вы видите, как бы это собственные данные. EraseGH картинка и картинка, которая появляется при секвенировании. Она достаточно ярко показывает. Здесь мозаицизм виден хорошо, здесь мы его видим как в виде шума. То есть мы не видим этого. На НЖС мы это видим. То же самое. Мозаицизм здесь как шум. Конечно, там явно дупликацию участка или моносомию, они видны и там, и там. Но мозаицизм, видите, достаточно четко виден лучше на НЖС. Такая же картина. Здесь EraseGH не показал ничего нам, да. А НЖС показывает тот же, та же квота, или квота показывает разницу. Мозаицизм мы видим. Хотя мы на Сайме прекрасно видны и там, и там. Но мозаицизм, мозаицизм, а здесь как шумы. Видимость хуже. Что зарубежные коллеги, да, к ним кинутся. В 2015 году коллеги, всем было интересно, как EraseGH и как НЖС соотносятся. Это выступление, одно из устных выступлений на СРМ отобранные. И это самая группная клиника, система клиник репроденетик, которая проводит исследования, сейчас используя в основном НЖС. Что они проанализировали? 50 абортов. Дело в том, что после, не секрет, что мы переносим эмбрион, даже проведя скрининг наноаплодию на EraseGH при сравнительной гибридизации, часть беременности прерывается. Да, процент какой-то есть. Да, он намного ниже, кто-то 5 говорит, кто-то 9, но примерно такой. Вот они исследовали 50 абортов, достали материал и вторую оликвоту снова исследовали на EraseGH, третью оликвоту на НЖС. Что показало? 52% НЖС показал аномалии. Там, где EraseGH не показывает ничего, все норма, совпадает полностью с первым результатом, и такой эмбрион надо было переносить, НЖС показывает 52% аномалий. 5% они показывают, что по 3-плэдим НЖС преимущество выявил, да, спорно, да, невалидировано по этому методу. Но мозаики 47% здесь явно НЖС выявляет лучше. Поэтому можно было, авторы делают выводы, 54% абортов можно было избежать, если бы они использовали на данном этапе историческом НЖС, а не EraseGH. Сколько можно избежать отрицательных результатов? Другая группа американская исследовала это и показала, что они примерно такой же дизайн, только там, где отрицательные результаты. Перенесли уплодный эмбрион, казалось бы, должна была быть беременность, но отрицательный результат. Исследовали, 24% было мозаичных эмбрионов и на НЖС реанализировано. 25% возможно можно было бы избежать отрицательных результатов, если бы использовала другая методика. Это объединенные данные Reprogenetics и это данные по EraseGH, это данные по НЖС. И если вы здесь увидите, то количество эуплоидных эмбрионов, когда мы проводим диагностику EraseGH, их намного больше. Но это не совсем, возможно, истинная картина. НЖС показывает наиболее худшую картину и, возможно, более тонкая оценка. И из-за этого возможны вот такие цифры. Группа Рейджа Бринзеев показала, что НЖС, частота наступления беременности, это не рандомизированное исследование, да, это исторический контроль. Но 59% здесь, 71% если НЖС. Возможно, это связано с тем, что лучше все-таки диагностика проходит. Возможно. Пока у нас мало клинических данных, у нас нет рандомизированных исследований. У нас есть вот такие данные. Основное преимущество НЖС, большинство сейчас считает, с большей выявляемостью мозаицизма, это считают все лаборатории. Все лаборатории, которые, вот мы месяц назад были на PGDIS, да, есть же годная конференция по преимуционно-генетическому скринингу и диагностике. И все отмечают мозаицизм, мозаицизм, это проблема, которая с появлением НЖС ударила всех. Примерно 20-30% мозаицизма методика выявляет. Это многие лаборатории об этом говорят и говорят, и говорят, и так и есть. Есть клиники, которые перешли на перенос мозаичных эмбрионов. Что получается, если переносить мозаичные эмбрионы? Если мы переносим мозаичный эмбрион, то частота беременности значительно ниже, если эуплоидные переносить. Соответственно, мозаичные эмбрионы имеют меньше потенциал, и если он не диагностируется, конечно, он может чаще попадать в диагностику, в перенос и обусловливать меньшую результативность, допустим, когда это не диагностируется. Поэтому, да, мозаики, возможно, обусловливают то, что мы их не видим при определенных методах, а при НЖС мы видим, и, может быть, на этом связан положительный материал, который до этого представлен другой группой. На сегодняшний день НЖС изменила парадигму подхода. Раньше мы выделяли трисомия, дисомия, моносомия. Сейчас все специалисты выделяют серую зону. Серая зона или оранжевая зона – мозаичные. Мозаичные эмбрионы, которые мы не знаем, что с ними делать, да, переносить, они, естественно, становятся в очередь по переносу. Переносятся, прежде всего, дисомичные эмбрионы, да, эуплоидные эмбрионы. Но мозаичные эмбрионы стоят в следующей очереди. И вот стоит вопрос, переносить их, не переносить, да, вот данные были представлены, что переносит, можно дать шансы рождения ребенка. Но люди должны быть предупреждены, и проблема существует, по каким хромосомам мозаичным данным переносить. Потому что переносить по 21, да, как бы 18, 13 страшновато. Переносить сегментарные эмбрионы тоже страшновато, да, потому что не знаешь, что родится, и это не будет диагностировано точно при натальном скринингом, да, потому что это может пролететь при натальном скрининге, и проблема. В целом, вот выступающие говорили о том, что полиплоидии должны отсекать эмбриологи. Они этого не делают, к сожалению. Они смотрят пронуклеусы, но, к сожалению, много не диагностироваться. Есть методические проблемы, да, но, к сожалению, пронуклеусы пропускаются, и если исследовать на RACGH проверенные эмбрионы, когда их переносили, а потом аборты исследовать, часть из них полиплоиды составляют. Часть полиплоиды. Не только трясоми, моносоми, кстати, редко очень. Итак, почему NGS, а не RACGH? Первое время. Пока время в нашей лаборатории, если вот слушать людей, которые раскапывают, да, и работают с панелью, то они говорят, что при работе с NGS отлично невозможно, да. Если при RACGH можно слушать музыку, можно как бы отойти, заниматься каким-то параллелем NGS, пока это невозможно. Возможно, это опыт? Может быть. Сегментарный анаплодий NGS, возможно, видит лучше, предполагаем. Мозицизм явно, большинство говорят, лучше видит. Цена явно преимущество. Дело в том, что, да, по... Как с полупроводниками. Цена на секвенирование будет падать, все равно будет падать. Она удерживается, допустим, из-за рыночных условий, да, компаниями, но все равно это будет тенденция. А здесь будет только дорожать. Возможно. Перспективы у NGS больше. Поэтому, почему эффективность NGS и почему лучше NGS все-таки? Вероятность наступления беременности и родов, возможно, лучше. Число абортов до 9 недель меньше. Во всяком случае, 9% многие говорят на RACGH, а NGS 4% многие заявляют о такой проценте. И он во многих действительно публикациях повторяется. Перенос мозаичных эмбрионов. Действительно, мы можем дать шанс, и если мозаик, то и часто видим, мозаик определяется, но его можно перенести. Детекция полиплоидов. Да, конечно, 3X мы не видим, да, но если Y, то можно говорить. Сегментарная анаплодия. Возможно, видно и лучше, но это все равно 5 мегабаз, да. И перспективы параллельного исследования существуют экономически оправданно. Но это действительно преимущество в экономической оправданности. ЭКО в 2016-м мы считаем, что это биопсия трофоктодермы и диагностика методом NGS. Это 2016-й год, но кто-то скажет, что это с 2013-го года вы устарели. Но 2016-й год. Следующее создание панели. Об этом не мог не сказать, потому что методика работает NGS, и мы можем что-то делать здесь. Преконсционный скрининг. Дело в том, что вы хорошо знаете здесь генетики, 20% детской смертности связаны с моногенными заболеваниями. 18% педиатрической госпитализации. Трагедия отдельных семей. То есть, кто сталкивался с генетиками, даже трудно сказать. Кого можно в преконсционный скрининг проводить? Естественно, пары, планирующие беременность, любые могут быть. Но это обязательно, возможно, должны быть доноры. Это, возможно, популяционные какие-то данные. На примере. Нас вдохновляет пример скрининга пренатального по синдрому Дауна. Здесь, видите, вам всем знакомы эти данные. Я думаю, что генетикам хорошо знакомы. Скрининг. Начало скрининга серьезного ультразогового. И рождение детей с синдромом Дауна уменьшилось в 5 раз. Нас вдохновляют эти данные. И поэтому мы видим в создании панели преимущества. Если данные привести испанских коллег, которые исследовали, они назвали это расширенный экзомный скрининг, хотя всего 549 ген. Трудно сказать, что это экзом и расширенный экзом. Но если они использовали вот такую панель коммерческую, то они исследовали своих пациентов, которые шли в программе ЭКО или на искусственной инсеминации, и в том числе доноров. В среднем было найдено 2,3 мутации среди пациентов, которые идут в программы ЭКО или которые идут в донорство. Каждый имеет 2-3 мутации. Каждый здесь в зале имеет 2-3 мутации в среднем. 16% только не имело мутации, но вот по этим генам. Более глубокое может быть дает большее данные. 5 пар совпадения. То есть часть детей были бы рождены с серьезными проблемами. Это можно было бы избежать, если проводится проинтационный скрининг. 2% должны быть точно исключены, потому что множественные есть мутации. Поэтому мы видим необходимость действительно проведения проинтационного скрининга, и это задача клиники репродукции. Дело в том, что метод ФИШ примерно выглядит так. Мы видим какие-то контуры, и действительно это возможно как-то диагностировать и что-то говорить о хромосоме. RACGH. Мы видим какие-то более ясные данные по всей хромосомам. И NGS это скорее вот такая картинка. И если брать тех людей, которые работали на NGS, им сказать, давайте работать на RACGH снова, они скажут, нет, мы такой телевизор смотреть не будем. Потому что мы хотим отвечать за свои данные, и такой телевизор не хочется уже смотреть. Но это вот общая картина. Действительно, когда вы имеете мобильный телефон современный, да, или такую трубку, цена такой трубки была огромная. Сейчас мобильного телефона и возможности другие. Здесь полная аналогия. NGS это только просто эволюция. Это просто эволюция, которая существует во всем, да, во всем полупроводниках, электронике и так далее. Просто эволюция и развитие метода. Вот.